Сегодня вечером на нашем канале стартует спецпроект «Мамы в большом городе». У меня в гостях один из авторов этого проекта, Юлия Оржанова. Юлия, здравствуй. Здравствуйте, Гор. Да, действительно, сегодня на нашем канале запускается проект «Мамы в большом городе». И, ну, как понятно из названия, этот проект для мам, про мам, про их детей. И заключается в чём три мамы, мои коллеги, они же подруги, Татьяна Сафьянова, Татьяна Махина и я. Все вы работаете на седьмом канале. Да, мы все работаем на седьмом канале, мы все дружим. У нас у всех по двое детей, замечательных, к слову. Вот, мы будем рассказывать о темах, которые интересуют, я думаю, всех мам. Вот, это здоровье и тани наших детей, это обустройство семейного гнёздышка, устройство наших деток в детские сады, школы и прочие учреждения. Ну вот, ты можешь подробнее рассказать о темах, там, ближайших двух выпусков, например? Чего ждать зрителям? Да, в ближайших выпусках мы расскажем о том, каким образом определиться с новым районом. Ну вот, в частности, расскажу о своей ситуации, да. Я и мои ребятишки, мы прям вместе будем выбирать новый микрорайон для нашего проживания. То есть мы будем оценивать самые важные факторы, да, то есть это инфраструктура, то есть обязательно оцениваем близость детских садов, школ, пунктов питания, вот, бассейн, ну и так далее, да. И мы планируем, чтобы всё было в шаговой доступности, вот это для нас сейчас самое главное, и в соответствии с этим мы выбираем как раз микрорайон. То есть за всем этим телезрители седьмого канала смогут понаблюдать. Вот скажи, ты и твои подруги с радостью откликнулись на вот возможность поснимать вот такие сюжеты, на эти темы, они актуальны для вас сейчас, для твоих друзей? Да, то есть темы у нас будут, конечно, самые актуальные, и я уже общалась со своими друзьями и родственниками, мне сказали, да, да, действительно, вот, Юля, снимите вот про это или вот про то. То есть заявки уже поступают? Да, заявки поступают, и более того, мы призываем наших красноярцев, чтобы вы тоже прислали свои вопросы, предложения на сайт, либо в группу ВКонтакте, вот, мы обязательно откликнемся и постараемся делать на интересующие темы материалы. Вот, ну а что касается конкретно вот моей ситуации, да, у меня просто маленькому ребенку всего семь месяцев, поэтому предложение нашего телеканала выйти, поснимать такой проект было неожиданным, но приятным, что называется. Вот, вот, спасибо большое, хочу сказать, прежде всего, наверное, своему мужу, потому что если бы не он, если бы не его самоотверженность, то, наверное, не получилось бы поучаствовать в съемках, вот. То есть он сейчас сидит с детишками в тот момент, когда ты снимаешь? Да, вот в данный момент мой муж с самым младшим нашим сыном Федором, вот, ну, а дочка, она уже в первом классе, поэтому она в школе учится. Вот смотри, вот, чтобы, ну, ты уже в теме, ты уже сняла один сюжет, который мы сегодня увидим, и знаешь, о чем будешь дальше снимать, что бы ты посоветовала как мама остальным красноярским мамам? Ну, самое главное, я бы, наверное, посоветовала рожать побольше детей, это первое, вот, потому что на самом деле... Ну, это не сложно. Это сложно, у всех разные ситуации. Я бы посоветовала, наверное, не паниковать, да, сейчас у нас в Красноярске очень много пространств, очень много возможностей для того, чтобы проводить время интересно, полезно и так далее, вместе с детьми, то есть заниматься спортом, да, ходить в кафе, гулять, ну, это само собой, все это можно делать с детьми, и ребятишкам полезно чаще находиться с родителями, да, потому что раньше очень многие оставляли свои детей с бабушками, с дедушками, да, вместо того, чтобы вот взять их с собой и насладиться, не знаю, прогулкой, да, либо тем же плаванием в бассейне, вот, поэтому я все-таки, наверное, призываю мам и пап почаще проводить время со своими детьми. Вот как ты считаешь, Красноярск, это город для детей, здесь есть, чем заняться детишкам, на твой взгляд? А я думаю, что вот у нас все развивается, и все вот так в динамике, да, то есть несколько лет назад, когда у меня родился только первый ребенок, я считаю, что было как-то все не так позитивно, да, то есть сейчас гораздо удобнее многие моменты, но, конечно, есть что доработать, да, то есть хотелось бы, чтобы было побольше безбарьерных пространств, да, потому что вот я сейчас часто передвигаюсь с коляской, и на самом деле часто приходится решать выбор вот в пользу автомобиля, потому что на коляске, либо там на роликах не везде возможно пробраться. Я так понимаю, что некоторые секреты о них люди даже не знают, но вы о них расскажете в своем проекте. Кстати говоря, проект это длительный? А, проект рассчитан, ну, первоначально на несколько месяцев, я думаю, поэтому, ну, что хватит времени, чтобы рассказать о самых животрепещущих моментах. Ну, еще раз напомню о том, что вот у нас есть несколько месяцев, и в течение этого времени мамы могут нам прислать свои вопросы, и по самым животрепещущим вопросам мы сможем сделать сюжет. Да, совершенно верно. Приглашаем героинь, героев и маленьких героев в наш проект. Юля, спасибо тебе большое. Я напомню, что это была Юлия Оржанова, одна из авторов спецпроекта, нового спецпроекта 7 канала «Мамы в большом городе». Первая серия сегодня в новостях 7 канала в 19.00.